всем привет ребята спасибо большое академии рестор за возможность поделиться знанием я очень рад что сегодня у меня есть такая возможность спасибо вам что вы смотрите это видео и я постараюсь максимально быть вам сегодня полезным для начала будет речь идти о фотографии о фотографии на iphone и я постараюсь максимально дать именно пользы без воды чтобы вы могли сразу применить те принципы о которых я говорю те приемы которые вам расскажу и сегодня же после этого эфира или даже во время улучшить качество своих снимков и затем вы можете задать вопросы и я на все отвечу конце эфира давайте для начала познакомимся меня зовут сергей страхов я занимаюсь фут фотографии уже 10 лет сначала я начинал дан свой журналов как фотограф интерьеров как фотограф ювелирки как занимаюсь инструктор цигун занимаюсь чайными чайным мастерством работал как блогер black star писал саундтреки компьютерным играм вот работал в команде формула-1 на съемках в общем первые четыре года я занимался тем что искал свой стиль искал свое направление фотографии в конце концов глянцевых журналов выяснилось что лучше всего у меня получается еда и соответственно у меня стало больше заказов по еде я начал погружаться в эту тематику и уже 10 лет продолжаю и мне очень нравится это направление я выбрал свое направление фут фотографии фут фотографии тоже есть несколько направлений они разные для разных задач и целей я тоже сейчас дальше про это расскажу в данный момент я читаю мастер-классы у меня есть онлайн онлайн школа мобильной фотографии читаю мастер-классы вот для теле 2 для различных компаний езжу по стране обучаю хозяев заведения обучать персонал обучая людей делать контент фут фотографии конкретно для своих инстаграм для своих соцсетей так чтобы они не не тратили деньги и не нанимали дорогостоящих фут фотографов можно научиться всему самому делать на iphone естественно или на любой другой смартфон естественно нужно понимать цель и я занимаюсь тем что рассказываю как делать именно продающие фотографии есть фут фотография продающая есть фут фотография которая призвана ну делать какие-то художественные картины до которые там на лету там падает какой-нибудь бургер и складывается из разных частей это уже фут фотография в плане рекламы сегодня мы средоточимся на мобильной фотографии которые можете повторить на свой завтрак обед ужин применить принципы в ресторане когда вы пришли сидеть другом с подружкой и вам принесли красивую подачу расскажу как правильно ходить фотографии как делать сразу кадр вкусным что еще почему мобильная фотография почему я 10 лет снимал потом продал весь свой комплект вспышек объективы фотоаппаратов зеркалок и просто перешел на мобильную фотографию я хочу вам показать почему именно на мобильная смотрите вот есть такой график продаж смартфонов и график продаж мобильных фотоаппаратов точнее где зеркалок и как мы видим с уровнем роста и мощность мощностей смартфонов камер в смартфонах продаж зеркалок не просто прямая корреляция корреляция они просто если так сейчас смотреть то это такая агония рынка на мой взгляд то есть вот по тенденциям если говорить то я бы сейчас не рекомендовал покупать если вы планируете снимать там для себя и на отдыхе снимать себя семью и вообще для уже для коммерческих задач во многом перекрывают мощности камер смартфонов плюс еще дополнительно объективы плюс еще можно добавить какой-никакой свет можно поджигать смартфон вспышки если тоже интересно я это расскажу и полностью кроме каких-то задач может быть полиграфии где нужно напечатать большой формат можно перекрыть коммерческую фотосъемку еды на смартфон давайте сразу к практике перейдем во многих местах это рассказывает но всегда это нужно сделать если у вас еще не включены сетка в настройках можете зайти и я сейчас расскажу зачем потому что без правила третей без правил построения композиции смысла говорить о фут фотографии нет поэтому мы начнем прямо с базы если вам если вы это уже знаете просто пропустите либо я вам об этом напомню для начала нужно включить сетку заходим настройки камеры и ползунок сетки включаем отключаем лайф фото но это лично моё мой совет личный потому что лайфото пишется немножко другом формате и записывает три секунды до и после поэтому именно для фут фотографии я рекомендую отключить и еще можно установить приложение свой со можно снимать в ручном режиме я расскажу ну в consumes можно снимать вы наверное знаете и можно снимать через большойramсу прелесть в том что и через light рум и череса яйцо можно регулировать баланс белого можно снимать нежратом формате уравлевый можно много чего хорошего делать при самой съемке чтобы получилась сразу хорошая Один из принципов моей работы – это минимум обработки, чтобы кадр смотрелся сразу на экране уже хорошо. Это мне научили в гидансовых журналах, потому что там ты приносишь фотографию, и она уже должна приближаться на 100% и быть идеальной. Теперь у нас появилась вот такая разметочка, как на правой фотографии. И благодаря этим третям мы теперь можем говорить о композиции, начать выстраивать композицию. В данном случае у нас такая макросъемка. Сейчас мы поговорим о том, какие вообще варианты фотографирования еды бывают. Я вам дам именно критерии того, как сделать гармоничный кадр, который оставляет приятное впечатление. Вообще, в принципе, искусство фотографии, на мой взгляд, это не только светопись, не только прямой перевод, как это всегда говорится, а это искусство работы со смыслами, искусство работы с вниманием человека, искусство упаковать смысл в картинку, в данном случае еду, и чтобы этот смысл потом беспрепятственно максимально в том виде, как мы увидели в голове, распаковался в голове другого человека. То есть моя задача в неискаженном виде передать то, что я увидел у себя в голове, чтобы оно раскрылось у вас, и вы испытали то же самое ощущение, что испытывал я, когда делал эту фотографию. Вот это в идеале, мое понимание фотографии. Дальше переходим к еде. Задача фуд-фотографии, как я вижу, это все-таки показывать продукт и все-таки продавать. То есть это делать продающую фотографию, которая раскрывает смысл продукта, показывает его, естественно, с максимально выгодной стороны, вызывает аппетит и передает какую-то, может быть, эмоцию, даже атмосферу, и заставляет человека на вытянутой руке посмотреть в доставке на смартфоне и увидеть яркую картинку и заказать. Вот это в идеале. Идем дальше. Это на всякий случай тоже вам расскажу, что можно, во-первых, фокусироваться на передний план и на дальний план, и, соответственно, мы можем таким образом размывать фон и фокусироваться на переднем объекте. Также, как вы видите, здесь включен 2Х, и я рекомендую при такой съемке всегда использовать 2Х, потому что 2Х позволяет обрезать все лишнее, но об этом мы чуть-чуть дальше коснемся. Соответственно, да, мы можем щелкнуть на самый освещенный участок, в данном случае я небо для наглядности указал, это управление яркостью. Естественно, все эти функции, они должны быть вами изучены, чтобы они не отнимали у вас времени. То есть можно, нужно научиться быстро входить в режим камеры, менять яркость, делать фокусировку. Вы можете на любую область кадра щелкнуть, соответственно, тачем и сфокусироваться на нужной области. В идее это очень важно, потому что мы должны быть сфокусированы на главном продающем объекте. Дальше чуть-чуть расскажу. Длинное нажатие у нас как раз блокирует фокусировку, чтобы мы могли быть уверены, что объект, который мы выбрали, будет оставаться в фокусе. Есть три вида фотографии, три вида ракурса. Это, вот, кстати, сейчас вам показываю. Человек ездил в Японию, одна из моих учениц. И вот такое, это обычная фотография. Чем она отличается от продающей? Сейчас как раз буду рассказывать. Вот нам принесли подачу, мы достаем смартфон и сделали какую-то фотографию. Какую-то ценность, может быть, она имеет, но только географически, что человек ездил в Японию, она не передает красоты продукта, и она не выглядит как нечто неординарное, просто обычная фотография. То же самое. Непонятно почему, но фотография не смотрится. Вот как раз сейчас мы уже подходим вплотную к тому, что я вам расскажу критерии, как сделать так, чтобы фотография еды именно смотрелась. Это фотография одного и того же человека. Сделана, ну, это, грубо говоря, до обучения. А это сделано после часового мастер-класса. Вот после нашего эфира, я надеюсь, что у всех получится нечто подобное. Это сделано на смартфон, на, по-моему, десятку. И здесь мы подходим к тому, что можно уже доставить там ручку или бумагу и, ну, себе как-то пометить, потому что я буду говорить уже такую более структурированную информацию. Первое. Какие бывают ракурсы фотографий и какие их достоинства и недостатки? Первый ракурс самый простой. Вот нам принесли в ресторане еду. Мы хотим ее красиво сфотографировать. Или у нас красивый завтрак получился. И тоже хочется запечатлеть, как это оставить в памяти. Кстати, сразу линзу не забываем протирать, естественно. Можно это делать одеждой, можно делать специальной, можно салфеткой. Это все не воспрещается. Но обязательно. И запомните, что непротертая линза, она уменьшает стоимость вашего смартфона. По моим подсчетам, где-то на 30 тысяч рублей. Если у вас смартфон стоит 120, то он будет стоить 90. Или если у вас телефон стоит 25, то он будет стоить 0, потому что кадр будет вообще очень замыленный. Поэтому чем больше отпечатков, тем ниже стоимость вашего смартфона. Это хорошее такое осознание, которое помогает каждый раз завести на рефлексорику и протирать линзу. Дальше. Первый ракурс, который возможен, самый простой, это вид сверху. Какие здесь есть подводные камни? Я рекомендую сразу, если вы берете вид сверху, ставить 2х или небольшое увеличение тачем. Потому что, объясняю, здесь очень важно, чтобы вы держали смартфон в параллельной поверхности, на которой находится блюдо. То есть если он будет хотя бы чуть-чуть отклоняться вправо, влево, вверх, вниз, то будет искажена геометрия, и мы сразу потеряем в дороговизне и гармоничности кадра. Поэтому держим ровно. Вертикально. И здесь важно, очень важно, геометрия это первое. И второе, одинаковое расстояние между вверх-вниз, право-лево. Посмотрите, чтобы геометрия была правильная. Одинаковое расстояние между тарелкой, допустим, и краем блюда, и краем кадра. Это все выглядит гармоничнее, и если этого не делать, кадр будет простым. Я как раз сейчас даю вам критерии, как сделать кадр более гармоничным, который оставляет приятное впечатление, и хочется съесть, или купить, или поставить лайк вашим инстаграмм. Вид сверху. Дальше продолжаем. Можно сделать крупнее, о виде крупнее мы отдельно поговорим. Какие ограничения? Например, салаты или пиццы. Ну, смотрите, пицца, она плоская, да, салат, он имеет объем. Соответственно, пицца будет хорошо смотреться, вид сверху. А то, что имеет объем, например, бургер, или какой-то тортик, у которого много слоев, и где хорошо нужно показать начинку, да, бургер, вид сверху, представьте, это просто будет коричневая булочка, и все. А мы должны в бургере показать начинку, из чего он состоит, и чтобы это вызывало аппетит. Так что, это самое простое, что вы можете сделать, когда вам принесли красивую подачу. Сделать вид сверху, поставить параллельно, и проследить, чтобы расстояние до краев было одинаковым. Дальше. Ограничения, соответственно, мы не снимаем в основном объемные блюда, а плоские хорошо получаются, ведь сверху, например, это супы. пиццы, все, что по объему плоско. Второй вид, это вид под 45 градусов, или, как я его называю, еще вид из глаз. То есть, то, как мы видим объект, вот, смотрите, неудачный вариант под 45 градусов, как обычно люди делают, это самая частая ошибка. Я сейчас расскажу, в чем здесь ошибка, и, опять же, расскажу критерии по этому ракурсу. То есть, первый ракурс вид сверху, второй ракурс вид под 45 градусов, вид из глаз. Дальше. Идем. Здесь очень много всего лишнего. Здесь непонятно смысл этой картинки, да, то есть, прежде чем делать фотографию, нам нужно задать себе вопрос, зачем, то есть, какой смысл мы хотим передать. В данном случае мы хотим показать красивую еду, а не все, что мы видим до этого. То есть, здесь много информационного шума, который внимание считывает, и оно путается, не считывает основной смысл. Если внимание путается и долго находится на картинке в поисках смысла, то картинка в итоге оставляет ощущение незавершенности. Если у вас объект посередине, то оставьте, ну, во-первых, оставить воздух нужно по бокам снизу и сделать, если это расстояние, то оно должно быть одинаково. Дальше. Внимание человека, ну, те, кто, может быть, маркетологи или как-то связаны с рекламой, всегда в курсе, что внимание путешествует с левого верхнего угла в правый верхний угол. И оно как бы построчно считывает картинку, но поскольку строчек у нас нет, оно просто, ну, как бы, стекает по картинке и считывает те смыслы, которые попадают своему на пути. В данном случае наша задача вообще в еде это убрать лишнее. Почему я говорю всегда 2х делать? Потому что это самая частая ошибка. Внимание человека так устроено, что когда мы смотрим на объект, мы смотрим на вот этот салат, и у нас все остальное как бы замыливается, мы сфокусированы на данном предмете. А когда мы делаем кадр, то в него, естественно, попадает фокус за все, что было вокруг, и он честно показывает как бы весь антураж, который происходил. И, возможно, там попадет что-то лишнее, что будет мешать восприятию основного смысла. Поэтому, естественно, первое, на что нужно посмотреть, это на фон. Чтобы на фоне не было никаких лишних предметов и так далее. я вам сейчас дам критерий, как это сделать. То есть критерий в том, что на начальном этапе мы выбираем один смысл картинки, один смысл – это блюдо, а все остальное – это контекст. То есть у нас как бы есть герой нашего снимка, и все остальное – это такой мир, пузыри восприятия, в который мы помещаем зрителю, и который должен подчеркивать наш основной контекст. Ни в коем случае не должно быть ничего, что стягивает на себя внимание, тогда эта картинка становится менее продающей, и это очень хорошо видно на компаниях, которых много там ресторанов, какие-то доставки, у которых сразу после внедрения фуд-фотографий новых видно, насколько выросли продажи. То есть может быть и на 30%, может быть и больше. и так далее. И это все как раз зависит от того, какое впечатление осталось от картинки. То есть запомнили, да, вид под 45 градусов, ничего лишнего на фоне. Если что-то есть, то оно должно как контекст подчеркивать наше основное блюдо. Я сейчас поясню, что такое лицо блюда. Есть такое понятие, и оно относится к тому тоже, как делать продающую фотографию еды. как его найти, что такое лицо блюда, как его найти. Сейчас мы к этому придем. Сейчас я расскажу третий вид, который можно сразу делать. То есть вам принесли блюдо, вы первое делаете вид сверху, потом делаете вид под 45 градусов, делаете три кадра. Много кадров не надо, еще один из принципов можете себе записать, который я использую. Во-первых, убираю все лишнее, до 2х, потом минус 30 тысяч за отпечаток каждый на линзе. Все, что на фоне находится, должно подчеркивать основной смысл. А давайте еще закончим с этим ракурсом. Вид под 45 градусов хорошо показывает как раз те блюда, которые имеют объем. То, о чем мы говорили в предыдущем ракурсе, вид сверху. То есть то, что имеет объем, вот салатик, бургер, какой-то тортик. Это все очень хорошо под 45 градусов. Единственное, что не забывайте про 2х. Давайте разберем ошибку вот здесь. Если бы мы нажали 2х, если бы мы обрезали все лишнее, если бы мы проследили, что расстояние до фона от тарелки будет одинаковым справа-слева, сверху-снизу, то этот бы кадр смотрелся по-другому, он бы как раз смотрелся плюс-минус вот так. Здесь у нас это делал тот же самый человек после моего мастер-класса. Здесь ничего лишнего. Соус. Соусники всегда давать им минимальное пространство, а объекты не должны спорить между собой по значимости. То есть значимый смысл только один. Все остальное не должно спорить с ним по площади кадра, которую оно занимает. То есть по площади кадра ничего у нас нету больше, чем основной объект. Еще мы можем что сделать? Мы можем изменить точку съемки немножко под 45 градусов если мы снимаем. Чуть сделать другую точку съемки, чтобы показать, где мы находимся. Это тоже один из видов фотографий. Это еще одна фотка. То есть первый вид сверху, вторая под 45 градусов с блюдом. А если вы хотите показать, например, кусочек интерьера заведения, показать, кто с вами за столом сидит, показать чуть-чуть атмосферы, добавить разноплановость, вы можете чуть-чуть изменить угол съемки. Но при этом опять же следите, чтобы контекст, то есть фон ресторана не перебивал блюда, потому что все-таки на первом месте все равно останется блюдо и главный продукт. Первый вариант здесь ничего не спорит по значимости, все только подчеркивает. Плюс еще общее направление геометрии вправо-вверх тоже считается позитивным и оставляющим хорошее ощущение после снимка. Чем более хорошее ощущение после снимка, естественно, тем больше он соберет лайков и будет более продающим, если это коммерческая история. То есть вот здесь мы показываем еще немножко атмосферы, где это все происходит. Если мы хотим показать где, то мы чуть-чуть меняем угол съемки. И третий вариант это макросъемка или крупный план макросъемка. Я их объединяю в один. Здесь мы показываем лицо блюда. Что такое лицо блюда? Здесь мы как раз его очень крупным показываем, поэтому важно знать что это такое, его уметь найти. Сейчас покажу критерий. Это одна и та же подача, одно и то же блюдо с одним и тем же цветом, но почему-то одна картинка смотрится, вторая не смотрится. Почему? Потому что мы здесь нашли лицо блюда. у каждого блюда, как и у человека, в 90% случаев оно одно. Кроме того, случая, когда это что-то симметричное, вроде пиццы или того же бургера, и то у бургера тоже есть лицо, потому что есть место, где видно, например, котлету, видно всю начинку, а с другого ракурса уже не будет видно, как в данном примере, здесь почему не смотрится, потому что во-первых, справа там очень много воздуха, очень много лишней информации, и смотрите, как строится кадр с лицом блюда. Мы выбираем самый дорогой объект, самую дорогую часть, которая есть в нашем блюде. В данном случае это не картошка, это мясо. И помним, что внимание путешествует с левого верхнего угла в правый верхний, то есть по ходу внимания вот слева у нас идет картошка, и потом пустая область, которая внимание проходит, утыкается в наш вот этот вот, где не лицо блюда, утыкается вот кусок мяса, и половина кадра в тени находится, да, то есть продукт смотрится непродающим, в первом же случае у нас общее направление кадра формируется диагональю вот этой зеленушечки, да, и сиреневый мазок тоже все указывает вверх, такое позитивное подкрепление геометрии, и плюс ко всему нету пустых областей, все заполнено, но заполнено таким образом, что главный объект считывается сразу, а все остальное его подчеркивают как контекст, о чем я говорил. Хорошо, надеюсь, вам все это понятно, сейчас попробую чуть-чуть еще попроще объяснить самые такие частые ошибки при съемке еды, чтобы подкрепить дальше эти критерии, о которых я говорил. Итак, лицо блюда это мы выбираем самый дорогой продукт, который есть в блюде и делаем его основным смыслом, а все остальное делаем контекстом, вот и все, это то же самое управление, это работа с вниманием, все остальное не должно спорить по размеру, по цвету, не должно быть ярче, и не должно занимать большую часть кадра, то есть считываться должен в первую очередь та дорогая часть блюда, тот объект, который мы выбрали. Самые частые ошибки это неправильная геометрия и неудачный фон, который в данном случае просто отвлекает от основного объекта и продукт себя не продает, непонятно, что происходит в кадре. Именно тот случай, когда внимание путешествует по кадру и считывает очень много лишней информации, в результате оно не хочет дальше продолжать искать смысл, если можно посмотреть картинку, где он сразу считывается. как в этом случае. Неудачный фон, то есть в первую очередь смотрим на фон, убираем все лишнее, если это какие-то элементы, они должны подчеркивать основной контекст, основной смысл. То есть можно выбрать любой однородный фон. Вообще по каждому из этих видов можно долго достаточно говорить. я хочу дать концентрат, который вы сможете потом пересматривать и каждый раз применять. В первую очередь попробуйте сделать следующий свой прием пищи, завтрак, обед, ужин, поход в кафе, ресторан, сделать как раз вот эти три ракурса, о которых я говорил и сверху, вид под 45 и макросъемка. При этом помните о том, какие критерии, это лицо блюда, это самый яркий один смысл и все остальное подчеркивающее его контент. И не забывайте про 2х, это просто очень сильно спасает и как раз убирает вот этот момент, что мы хотим показать все сразу в одной картинке, это самая частая ошибка. Выбирайте главный смысл, все приближайте, все остальное убирается, все обрезается лишнее и вы смотрите только, не бойтесь приближать, не бойтесь брать объект крупнее, делать его более продающим, давать ему больше смысла, больше значимости в кадре. Вот то, о чем я говорю, непонятно, что мы фотографируем, мы могли бы сфоткать отдельный помидорчик там, могли бы брокколи там, какую-то зожную фотку сделать, если бы мы дали брокколи, да, весь кадр, а на фоне был бы где-то помидорчик, а здесь они спорят друг с другом по размеру, по значимости, непонятный фон и внимание не понимает, что мы хотим сказать этой картинке, человек не считывает смысл. То, о чем я говорил с самого начала, это очень важно, это напрямую влияет на то, будет картинка продающая или нет, вот вверху как раз неправильный вариант, это если мы чуть-чуть хотя бы наклонили смартфон вправо-влево-вверх-вниз, сразу меняется геометрия и сразу картинка перестает быть продающей, а вот в этом случае, когда та же самая подача, вроде белый фон, но в то же время весь кадр занимает основной смысл, ничего не отвлекает от считывания вкусняшки и плюс ко всему здесь человек учел, что вид сверху все-таки неудачный, а вид под 45 будет давать возможность посмотреть на прекрасные слои, которые есть у этой пироженки и за счет этого как раз второй кадр более аппетитный смотрит. И еще раз, смотрите, вроде и на первой картинке много объектов и на второй много объектов, но может быть кто-то со мной поспорит, та картинка, которая справа находится, она не продающая, ну может быть она там сгодится в пост в инстаграм или куда-то еще в сторис, может быть как фон она хороша, но там вообще совершенно непонятно, что происходит и смысл не считывается, а картинка которая слева это картинка для Яндекс.Еды и которая показывает ассортимент заведения, чтобы человек посмотрев на эту картинку даже на вытянутой руке сразу считал приблизительно какую кухню представляет заведение, что оно хочет ему продать. Поэтому выбирайте те объекты, которые реально подчеркивают основной смысл. здесь просто в левом случае сделано так, что основные блюда они тоже не спорят между собой и здесь нет на фоне ничего лишнего. То есть здесь например огромное блюдо с нарезкой не стали ему давать большую часть кадра, потому что тогда бы не считались остальные смыслы, остальные продукты, которые тоже заведение хочет показать. Но надо помнить, что хорошо считываются, но не больше трех смыслов, поэтому все-таки я бы сделал на месте вот этого заведения три продукта основных самых продающих и еще два просто для фона, для ассортимента, чтобы показать, что есть что-то еще в меню. Вот. То же самое. Справа фото не продающее, потому что объекты спорят между собой по размеру, по значимости, на фоне очень много лишних каких-то предметов, которые непонятно что подчеркивают. То есть с одной стороны может быть и есть такой жанр, когда хочется долго рассматривать картинку, но здесь не хочется, потому что такое ощущение, что просто разбросали это все без какого-либо общей канвы смысла, которое ведет человеческое внимание, ведет внимание человека и рассказывает какую-то историю. Я вам рекомендую как раз сегодня после лекции взять и попробовать хотя бы сделать один из ракурсов, о которых я рассказал. и я думаю вы получите большое удовольствие, когда вы поймете насколько более дорогой смотрится картинка. И еще запишите еще один принцип. Я вообще против обработки. Кадр должен смотреться сразу продающим, сразу красивым, его сразу можно выложить в инстаграм, может быть там яркость и контраст что-то там подправить, но самое главное это композиция и это то, о чем я вам как раз рассказывал всю эту лекцию. И еще один момент. Сэкономили вам кучу времени и в еде и в обычной фотографии и в мобильной фотографии. Ну к еде это прям напрямую относится, потому что это влияет на продажи. Каждый последующий кадр из серии удешевляет предыдущий в два раза. Если у вас две плюс-минус одинаковые фотографии какие-то еды, но которые сделаны с одного ракурса, сделаны там под 45 градусов, но 10 фоток подряд идут и вы не можете выбрать, потому что вроде как они вам плюс-минус все нравятся. Помните, что каждый последующий визуально, если другой человек будет смотреть, он будет терять ценность. То есть если вы делаете, потом думаете, что вы потом вернетесь к обработке, потом выберете, этого не случится, выберите всегда один кадр из серии, ведь сверху выбрали один кадр, 45 один кадр, один кадр макро, и не думайте про обработку, не думайте, что когда-то выберите одну фотку из серии, просто оставьте эти три кадра, сразу выложите их куда-то, сразу их пускайте дело в развитие и еще раз говорю, что эти кадры должны сразу смотреться хорошо. Тогда вы сэкономите очень много времени. чуть-чуть коснусь ритмов, тоже это один из способов построения композиции. Более подробно вообще про каждый из разделов, в которых я коснулся, и про композицию, и про перспективы, и про ритмы, и про свет я даже еще не начал говорить, это очень большой раздел. Сейчас про него скажу, как от желтизны избавиться. Вот в данном случае можно сделать из совершенно каких-то простых продуктов, специй или орехи или что-то еще. Посмотрите, как влияет ритм. Есть без ритма, просто текстура какая-то, но она может быть, как фон для рабочего стола. ритм, который явно ведет внимание и может оставлять позитивное впечатление, потому что это вправо-вверх. И есть совсем явный ритм, где еще участвуют помимо объектов, еще участвует фон, как тоже часть композиции. Ну вот про ритмы и более подробно я рассказываю всегда на курсе по мобильной фотографии. То, что я хотел еще вам рассказать. Как сделать, допустим, если у вас нет фона и вы хотите, может быть, прямо сейчас уже попробовать что-то, что я рассказал, вы можете взять кружку чая, взять коврик, открыть ноутбук, набрать чайная плантация, поставить ноутбук у окна, чтобы свет падал сбоку или под 45 градусов сверху и сделать вот такой кадр. Плюс я сейчас расскажу вам про приложение, которое делает очень красивое размытие и имитирует различные объективы, в том числе в бесплатном режиме. То есть вы просто на ноутбуке открываете фон, кладете какую-то поверхность матовую, это может быть картон, может быть ватман, может быть какой-то деревяшка, может быть вот коврик и, собственно, используйте ноутбук как фон, вы можете любой фон выбрать и можно использовать как фон какой-нибудь журнал большой, ноутбук удобнее и можно везде это сделать, так сказать. Рекомендую попробовать. Здесь у нас какие-то особенности. Ну, здесь по правилу третей все расположено. Можете почитать отдельно, можете здесь же на канале Restore посмотреть по правилу третей, как построение композиции. Ну, я думаю, что в принципе это всем достаточно известно. Идем дальше. Вот тоже как фон использован. Работа одной из моих учениц. Еще хотел под занавес поделиться аккаунтами, которыми я вдохновляюсь. то есть у нас в России до сих пор по-моему нету школы фудфотографии. Я бы хотел, чтобы фудфотографов было больше, чтобы вы после, может быть, этой лекции как-то воодушевились, поняли, что у вас в руках очень мощный инструмент, которым можно делать реально продающие фотографии. и вот этими аккаунтами я вдохновляюсь, когда мне нужны какие-то идеи. Я смотрю просто и просто кайфую от того, насколько и крутые подачи, и насколько интересно сделано. Это европейские все аккаунты. Пользуйтесь, смотрите и делайте классные кадры еды. Вот как раз для того, о чем я говорил, можете поставить это приложение и поэкспериментируйте с различными объективами, с различными размытиями. Это приложение как раз очень хорошо подходит под этот прием с ноутбуком. Вы можете размывать фон и имитировать различные объективы зеркальных фотоаппаратов. Очень полезная штука. Расскажу немножко про тенденции фотофотографии, к чему вообще все это идет. Идет это к тому, что фотография становится более натуральны. Меня очень часто спрашивают, вот ты используешь ПВА, машинное масло вместо топпингов, гуаши вместо кофе, вот это все. Мороженое по пьемаши. На самом деле один раз, наверное, несколько раз, ладно, калицерин я использую для каких-то конкретных, для того, чтобы, например, на стакане создать впечатление, что он холодный. Но в целом тенденция общемировая такова, что даже крупные сети вынуждены делать более приближенные к реальности фотографии, которые показывают, что булочка она все-таки чуть-чуть мятая, что лист салата он там тоже с какой-то небольшой чуть-чуть подвял где-то. То есть подача должна соответствовать тому, что получает гвоздь. Как часто пользуются спросом такие фото, если говорить о заработке на таком поприще? Смотрите, заработок, да, вот про тенденции. Очень часто заказ это оформление полностью под ключ Инстаграм. То есть я приезжаю, допустим, или приезжает кто-то из моей команды и фудфотограф, фудстилист и мы делаем либо я учу как самим сделать и мы делаем контент на месяц для Инстаграма. То есть это очень часто заказ. Вы можете учиться фотографировать на смартфон еду и, например, снимать для ресторанов полностью 30 фотографий на месяц еды для любого ресторана. Даже вот используя то, о чем я рассказал, это уже достаточно для того, чтобы на старте начать. Вы видели, какие фотки сделал человек, который обучался буквально один час. То есть то, что вы сейчас услышали, если вы это примените, вы прямо сегодня получите прям хорошую картинку. для того же Инстаграма. Ценник, пример, интересует, если это этичный вопрос. Слушайте, ну, по ценнику. Это сложный вопрос, потому что зависит от географического положения. В Москве это один ценник, в регионе это другой. Ценник плюс еще зависит от заведения, от запроса, что ему нужно. То есть можно одному кадру уделить 15 минут, а можно уделить полтора часа. То есть если это какая-то крупная сеть или какая-то молочная продукция или какой-то вкус вил, например, то там, естественно, ну, каждый кадр выверен, и ему уделено очень много времени, и это стоит, естественно, дороже, чем если я просто фоткаю какую-то другую, более простую продукцию и особо там не уделяю времени на обработки, кадры так хорошо смотрятся и так далее. Но в целом плюс еще вы можете продавать эти же кадры, ну, не эти же кадры, которые вы делаете, допустим, коммерчески, да, вы можете сами делать какие-то текстуры, делать, фоткать там еду и в ресторане, и дома и так далее, можете продавать это на стоках. Сейчас Shutterstock есть приложение на мобильнике, спокойно скачивайте, можете сразу отправлять на Shutter, заливать прямо с мобильника и какую-то тоже копеечку с этого иметь. Дальше. Как часто ресторанам нужно менять свои фотографии и насколько большой рынок именно фуд-фотографии? Смотрите, по фуд-фотографии что вообще сейчас? Естественно, сейчас только рестораны начали приходить в себя заново, те, кто выжил открываются, слава богу, и я надеюсь, что это дальше продолжится, что будет больше людей, уберут полтора метра и рестораны будут получать больше прибыли, соответственно, им нужно будет больше фотографий. но сейчас такой момент, когда многие рестораны они обновляют свои менюшки, они обновляют свои инстаграмы и это достаточно большой рынок, особенно он растет в том, что ресторану постоянно нужен контент изнутри заведения, постоянно нужен контент продукции в применении, грубо говоря, в применении, когда человек получил доставку, открыл ее, сфоткал, постоянно нужно обновлять меню, есть сезонность меню, во-первых, ресторану вообще любому постоянно нужен контент, постоянно нужны фотки еды, потому что есть основное меню, есть коктейльное меню, есть осеннее меню, есть постное меню, есть летнее меню, и это все постоянно каждый год обновляется, в том числе и основное меню. Поэтому рынок достаточно большой. Дерзайте. Я только за то, чтобы стало больше фуд-фотографов, чтобы рынок этот как раз прогревался, чтобы в нем было больше денег, чтобы у ресторанов были крутые фуд-фотографии. И чтобы вы мне написали, я смог вас порекомендовать и сказать, вот смотрите, сейчас приедет от меня человек и он снимет офигенный контент для Инстаграма. Используете ли вы накладные линзы дополнительные для айфона? Советуете ли? Или достаточно тех, что уже есть в айфон 11 про? Смотрите. Я очень люблю и моментовские, и серуишные линзы. У меня есть для десятки портретник серуишный и моментовский кейс. К айфону 11 я, если честно, он настолько хорош, что, ну вот честно, он очень хорош и это очень мощный инструмент. Поэтому прежде чем к нему покупать там какие-то линзы аноморфные и так далее, это, да, на определенном этапе купите линзы и попробуйте. Это очень круто. Это увеличивает резкость, увеличивает область картинки. То есть мы еще делаем картинку еще больше, потому что все-таки в айфонах, которые сейчас есть, у них есть ограничения, это 12 мегапикселей. Ну, все равно я считаю, что айфон на данный момент это лучшее, что придумало человечество в плане мобильной фотографии. Есть, да, есть какие-то еще хорошие представители, скажем так. Я не буду как бы сейчас разбирать марки там телефонов. Факт тот. У меня как раз курс называется «Сними классно на утюг». Это означает, что на любой смартфон, у которого есть камера, применяя вот эти принципы, о которых я рассказал, вы получите плюс-минус хорошую картинку и продающую, которая будет смотреться, которая будет продавать. Поэтому на айфон 11 я для начала бы начал просто снимать по тем принципам, которые я рассказал. И потом вы сами почувствуете, когда вы уже исчерпали на этом уровне какой-то творческий порыв, вы можете докупить объектив и как раз получить еще более крутую картинку. То есть по ступенькам, не перескакивая по ступенькам, я бы именно с 11 так бы поступил. У меня вот 10, я собираюсь брать 12 айфон, потому что в нем, насколько я знаю, уже будет 16 мегапикселей. И это значит, что картинку уже можно будет печатать, да, то есть можно будет печатать уже в меню, например, то фото, которое сделано на айфон. Вот, например, к десятке я бы рекомендовал брать сервишные линзы или моментовские. Давайте, если вопросов больше нет, тогда всем спасибо еще раз, Академия Рестор, вам всем, что уделили свое время. Надеюсь, что вы его потратили не зря, и это все будет вам максимально полезно. Всем счастливо, до новых встреч, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok